Так вышло, что сегодня прошли подтверждения двух тем, которые подымались раньше. Начнем по хронологии, хотя по своему значению они тоже укладываются в эту очередность. Подтверждение номер один. Мы уже подробно рассказывали о ролях сторон в зерновой сделке. Есть смысл коротко напомнить. Украина выращивает, собирает и отгружает зерно для отправки в Турцию. Турция обеспечивает фрахт морского транспорта, принимает зерно и перемалывает на муку. В страны потребителей уходит мука с турецких мельниц. Украина и сама могла бы перемолоть зерно на муку. Но в данном случае даем заработать Турции, потому что она обеспечивает завязку в этой сделке страны-агрессора. И Украина перестала посылать ренегатов на прямые переговоры с рашистами. Хотя у этих уже все чешется и зудит. А вот роль Московии в этой сделке выглядит так же, как у ракетчиков 90-е, с поломанными ушами и носами. В народе так называли ракетиров. Их роль состояла в том, чтобы не было проблем с любым видом деятельности. А фокус в том, что эти проблемы они сами и устраивали. По сути, надо было им платить за то, чтобы они не создавали проблемы. Кто отказывался, платил мало или не вовремя, становились наглядным примером для остальных. С учетом того, что первую половину 90-х товарищ Путин состоял в рядах Тамбовской ОПГ, он хорошо усвоил эти принципы, что потом и показал, занимая все более высокие государственные посты, пока не заполз в президентское кресло. И вот теперь страна, которой он руководит, занимается торговлей проблемами. В зерновой сделке от Москвы зависело одно – не уничтожать то, что является предметом сделки. Зерно, места хранения и корабли для перевозки. Они пообещали не уничтожать. То есть просто подписались под тем, что выродились не в страну спонсора терроризма, а в рассадник террора и публично об этом заявили. Массированный ракетно-дроновый налет состоялся по объектам, которые как-то завязаны на зерновой сделке. Вот что об этом говорит Раша Пресса. Удар по югу Украины, нанесенный российскими военными в ночь на среду, стал, по словам властей Одессы, сильнейшим с начала войны. Разрушил крупные зерновые терминалы на побережье Черного моря. В результате атаки, в которой задействованы ракеты «Оникс Х-59», «Х-22», а также десятки иранских дронов «Шахет», выведена из строя значительная часть экспортной инфраструктуры порта Черноморск. В порту также уничтожено 60 тысяч тонн украинского зерна, которое планировалось отправить через коридор в Черном море, пока он действовал. В числе наиболее пострадавших оказались объекты международных и украинских трейдеров «Кернел», «Витарра» и «Симей Сиджем Групп». Террористы в очередной раз показали свое настоящее обличье, и что им глубоко плевать на какие-то мировые гуманитарные проблемы, в том числе продовольственные. Плевать они хотели на Африку вообще и места, куда должны были пойти 60 тысяч тонн зерна в частности. А это как раз те страны, которые водят хороводы с Московией и поддерживают в ООН всю политику Кремля. Прикормленные первые лица не станут подымать в ООН вопрос о продовольственном терроре Москвы, но теперь даже там понятно, кто сжег зерно. Но это еще не все. Из Кремля пришел прямой ответ на заявление президента Турции Эрдогана о том, что если Московия выйдет из зерновой сделки, тогда Анкара будет обеспечивать проход судов из Украины силами своего военно-морского флота. Вместе с этим заявлением высказали уверенность в том, что Москва не выйдет из соглашения. Теперь оказывается, что Путин бросил вызов персонально Эрдогану не только ночными налетами, но и тем, что Кремль озвучил по поводу морских конвоев под турецкой защитой. Россия будет считать военными целями все суда, следующие в порты Украины, а страны, по чьим флагам они пойдут, участниками войны на стороне Киева, заявила в среду Минобороны РФ. «Решение вступает в силу с 0 часов 20 июля по Москве и принято в связи с прекращением функционирования Черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора», говорится в заявлении ведомства. Такой ответ пошел в сторону Эрдогана, и более того, Москва взяла на себя право решать, кто является участником войны с Украиной. Пресса публикует заявление ведомства «Шойгу». «Все суда в акватории Черного моря, следующие в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима». Из этого вытекает несколько вопросов. Первый в том, как Москва может это делать, если она не признает войну в Украине войной, а называет конфликтом, а также не признает себя стороной в этой войне. На каком основании она заявляет о том, что третьи страны будут вовлечены, во что вовлечены и кем будет считаться. Делая такие заявления, надо называть вещи своими именами, и в таком случае это уже станет настоящим объявлением войны, как это пообещали ЮАР. Из этого вытекает следующая группа вопросов по поводу того, что взбесившаяся бензоколонка уже почти каждый день кому-то угрожает войной с применением ядерного оружия. И это никого не волнует, особенно ООН и другие международные, в том числе гуманитарные организации. Другая группа вопросов может быть собрана в один общий. Это уже угроза свободе международного судоходства или пока нет? Если нет, то что тогда можно считать угрозой? Ряд крупнейших стран постоянно озвучивает свою миссию по обеспечению гарантий судоходства. Возникает вопрос не о гарантиях для Украины, а в отношении глобальных прав, которые во вторую очередь относятся к Украине. Еще одна группа вопросов затрагивает флаги кораблей, которые могут участвовать в зерновых караванах. Как следует из заявления главы Турции, в случае отказа Москвы от участия в сделке, что и произошло, ВМФ Турции обеспечит проводку судов из турецких портов в украинские и обратно. Украина предложила проложить маршрут в территориальных водах Румынии и Болгарии. Согласия этих стран пока нет, но даже если не будет, и турецкие военные корабли выйдут для сопровождения конвоя, то Москва посчитает Турцию, вовлеченной в войну. Тогда даже без прямого столкновения с турецкими военными кораблями начинает работать положение конвенции Монтрё о Черноморских проливах. А там сказано, что Турция имеет право закрыть судоходство для страны, которая находится в состоянии войны с ней или угрожает развязать такую войну. Публичная речь Эрдогана и ответ министерства Шойгу уже формируют основания перекрыть проливы для судов, идущих под российским флагом или в российские порты. А если Москва предпримет какие-то практические враждебные действия, то Турция обязана закрыть Босфор и Дарданеллы. Это значит прекращение любого экспорта, в том числе нефтяного, из черноморских портов Московии. Прекращение снабжения группировки российских войск в Сирии. Перевозки возможны только с Дальнего Востока, Балтики или портов Северного моря. Хотя второе, скорее всего, закроется тоже. Турция – страна НАТО, и если поползновение Москвы будет осуществлено, статья 5 вступает в силу. Это не значит, что НАТО ринется в бой. Но 6-й флот присоединится к блокаде Дарданелл, а Британия сразу закроет проход российских судов через Гибралтар. Трудно сказать, как поведет себя Египет в такой ситуации, но и Суэцкий канал тоже может закрыться. Сирийская группировка останется в глухом окружении. Не надо забывать еще и того, что газопровод в Турцию испортится и будет остановлен. Дальнейшая судьба сирийской группировки будет зависеть от того, насколько резкие движения сделает Москва в Черном море. Это вариант эскалации, но так можно показать, что Турции есть куда эскалировать, а пальцы Эрдогана растопырятся намного шире, если до этого дойдет. Сейчас мяч на поле Эрдогана. А тем временем подтверждение номер два. Оно касается материала о заявлении Кремля о том, что арест Путина на саммите Брикс в Йоханнесбурге приведет к войне между Московией и ЮАР. А перед этим официальные представители администрации Путина говорили о том, что фюрер собирается прибыть на мероприятие лично и никого вместо себя отправлять не собирается. 10 июля отказались от возможности дистанционки для Путина, заявив, что Володя будет участвовать в очном саммите безо всяких оговорок. Как сказал Лавров в адрес своего вождя, «Пацан сказал, пацан сделал», дипломатично опустив концовку. «Не сделал, опять сказал». Раша пресса подтвердила. Владимир Путин не поедет на саммит Брикс в ЮАР. Путин принял решение участвовать в саммите в формате видеоконференц-связи, заявил Песков. Чтобы никто не подумал, что царь просто описался, ситуацию уточнил Лавров, которого пригласили вместо Путина, потому что ордер на арест унылой лошади Международный уголовный суд не выдавал. Это будет полноценное участие. Путин будет участвовать из бункера, сидя на чемодане. Это значит, что даже двойника не решились отправить. Мало ли что. Вывод простой. Лысый гопник будет заливать все ядом до тех пор, пока бункер, где он прячется, не закроют. А для этого необходимо решение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok